Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня мы с тобой в этот замечательный вечер, я же надеюсь, сегодня у тебя вечер, обсудим один очень животрепещущий вопрос. Почему нельзя верить людям? И мы это сделаем с тобой, а ответом на вопрос, почему Арарат это не коньяк? Ответ на вопрос, на самом деле, почему нельзя верить людям, вообще простой. Я недавно отдыхал в Анапе, а перед поездкой, буквально, мне один знакомый сказал, блин, Арарат когда-то был прям кайф, но его сейчас нигде не купить, армяне его перестали продавать в Россию. С хрена он так решил, я не понял. Я так что-то поделился, ну блин, не обращал внимания, есть он в продаже, нету, как-то не обращал внимания. И вот в Анапе я захожу, первый попавшийся в алкогольный магазин, и там меня встречает Арарат пятизвездочный. Я так, ну это потому что рядом, да, все правильно, они где-то рядом. Или может быть поделают хорошо. При этом я буквально сегодня, как раз перед съемками этого выпуска, уже в Рязани, заехал в магазин метро, и там наблюдают тот же самый Арарат, 1200 рублей, но он настолько же стоит и в Анапе. Людям верить на слово нельзя, нам нужно проверять факты. А вот что мы сегодня будем с тобой разбирать, это почему Арарат не коньяк. И чтобы нам правильно ответить на этот вопрос, нам пригодится французский коньяк. Они будут нам не так вот, общие, так сказать, дополнение вечера. Ну и чтобы не грустить, мы сразу с тобой, а что их раскупоривать, вот у нас было два видоса, можешь зайти в шорты и их посмотреть. Там вся краткая характеристика есть. По этой причине они у нас чуть-чуть почты, мы их слегка надкусили. Вот. А ключевое слово, слегка. Не будем выпендриваться, у нас еще осталось со шортов. Налитые, но не всем. Я как-то чувствую себя обделенным. Мы не будем устраивать классическую гигустацию. Чтобы не париться, она сразу забирает. Оба. Существует такое понимание, понятие, как профиль, по-моему это называется. Если ты шаришь в этих названиях, профиль коньяка, или профиль какого-то вина, или там что-то еще. Да, короче говоря, есть какая-то узнаваемая история у француза и у Армении. Дело это немножко другое. Люди, которые шарят коньяка, говорят, что вот у коньяков, коньяков это напоминает тебе сделанных провинций, коньяк по Франции, должен быть вот этот вот фруктовый, легкий, ароматный вкус, более ягодный. При этом вина, который производят на юге России и на Северном Кавказе, есть свой узнаваемый тоже вкус, который он как бы такой южный мотив. И это связано с тем, что выдержка в кавказском дубе. И у нее, когда ты обоняешь первый раз, достаточно такая разительная разница. Разительная разница. Сегодня я там с трех утра за рулем, поэтому не обращаю внимания, чуть туплю. Легкие фруктовые нотки, а здесь больше дуба. Дуба, 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 дуба. Так вот, как ты считаешь, почему все-таки Арарат не коньяк? Основные причины три. Первое, то, что Арарат это гора. Второе, вот этот вот товарищ точно нам скажет, что вот он точно не коньяк, хотя наверняка любит. И третье, чисто теоретически в этом мире все, что написано русскими буквами коньяк, может продаваться в России и в странах СНГ вообще, где я разговариваю по-русски, с начертанием именно вот таким вот русскими буквами коньяк. И нигде в остальном мире это не признается как куньяк. Именно вот такого вот начертания, кугнак, как на французских бутылках, на французских коньяках, на армянском коньяке быть не может. Хотя, с другой стороны, нам-то какая хер разница, что на нем может быть, а что не может быть. Мы его с детства, я его с детства знаю как армянский коньяк, который в советские времена считался вот таким вот крутым коньяком. Я не знаю, почему его тогда любили вообще закусывать лимончиком. Была такая тема, закусывать лимоном. Она и сейчас есть такая тема. Коньяк? Многие закусывают лимоном. Ну, видимо, такие, а, подожди, надо взять на пробу херовый коньяк. Сразу скажу тебе, что пока мы пробовали, пробовали да распробовали, не буду врать, это вторая бутылка. Но не за сегодня вообще, как бы я покупал две. Одна бутылка кончилась, потому что мне, честно говоря, понравилось. Я вообще крайне сильно был удивлен, ну, во-первых, как я уже сказал в тому моменту, что Арарат продают, потому что мне сказали, что напиздели, что его уже не продают. Да, действительно, наврали. Купить можно где угодно, и это очень радо. При этом мы с Нимой Шварцевой выяснили, что он фактически в два раза, в два с половиной раза дешевле француза, на мой взгляд, ключевое слово, на мой, исключительно на мой взгляд и вкус, мягче и легче пьется. При этом у меня есть несогласные. Ну, мне больше понравился именно французский. Во-первых, у него запах более понятный. Там не просто коньяк и дуб, а там хотя бы яблоки. Ну, я чувствую яблоки, допустим, там. И по вкусу он по мне мягче, чем Арарат. Короче говоря, у нас мнения разошлись. Мам дружище больше нравится француз. При этом мне почему-то больше по кайфу заходит армянский коньяк. Не знаю почему, он мне как-то сейчас может быть душевнее. Может быть, я допускаюсь тем, что на улице сейчас достаточно мерзкая погода. Холодно и хочется что-то такого более теплого. Потому что в любом случае вот эта фруктовая нота, она, давай так, она больше такая летняя, больше такая ягодная, свежая, такая фруктовая, что, ну, меньше он ассоциируется с такой вот промозглой осенью, которая как раз сейчас за окном. Добро пожаловать в осень. Кстати, у меня есть мысль насчет того, почему Арарат, типа, знакомый, сказал, что его нету в продаже. Почему? Ну, у них, походу, случился ребрендинг. Раньше Арарат писали на русском языке, были другие немножко бутылки. В смысле, Арарат писали русскими? Да. На русскими буквами было написано Арарат, бутылка немножко другая была, насколько я помню. И, может, из-за этого. А, слушай, точнее. Сейчас английскими, а до русскими. Армбрендинг-то налицо? Во-первых, этикетка раньше была золотая. Естественно. Да. Она была золотая. И Арарат был написан русскими буквами. Ладно, шутки шутками. Как бы то странно ни казалось, возможно, именно из-за того, что сейчас лето закончилось, и прохладненько, мне почему-то хочется такого, что-то более теплого, более тяжелого. Как он воспринимается? При этом, летом я прекрасно пил французов. И меня что-то не тянуло на более тяжелые напитки. В принципе, возможно, с этим связано. А ты что, как думаешь? Ну, просто ближе. Я француз. Арарат. Под рукой ты имеешь в виду? И мне чисто под руку такой я хоп. Иными словами, ты имеешь в виду, что мне похеру чего наливать, да? Давай попробуем. Ближе сердце, ближе душу. Арарат. Что-то свое какое-то. Арарат пахнуло чем-то родным? Слушай, ну давай так. Я все-таки из Советского Союза. И я не делил никогда вот это вот, где кто находился. И тогда никто не делил. И это было точно так же, блин, свое родное. И воспринималось как советский, правильно сказать, коньяк. Я просто помню, у меня с детства там вот, там, дедушка или там папа, когда там кому-то что-то когда-то дарили, то типа, понятно, Дагестан в первую очередь. Но если Дагестана нет, можно вот Арарат. Типа тоже неплохо. Дагестан лучше. Как бы странно ни казалось. Мы говорим про Францию и Армению. Я рассказываю про Дагестан. С чем бы это было связано? А в Кимулупске, вот, наверное, вот в этом мы это обсуждали, да? Слушай, тут поступило такое интересное наблюдение, что вот эти бокалы, которые, такая-то Багаэма, которые вообще непонятно для каких, для ликерных вин вроде как должны располагаться, гораздо интереснее для питья крепких коньяков. Ну, ты типа держишь вот так вот и даже не греешь его по факту. Не нюхаешь пальцы. Да, не нюхаем пальцы. Модно, гламурно, для них неудобно, ты где-то нахер. Не знаю, это Миша же говорил, что вот так вот нельзя держать, потому что ты греешь, типа, напиток. А вот так вот? Как-то снимали ролик, который был там в винном деле, который мы не рекомендуем. Это как раз в Кимулупске, Дагестан. А, в России. Москва. Москва. Ну, собственно говоря, в этом же ролике про Дагестан там было упоминание насчет того, что коньяки не греют. Вот так вот их не держат. И когда они пьют, не нюхают свою руку, а как-то гламурненько нюхают то, что у тебя налито в бокальчике. Короче, фильм их не лебал. Слушай, ну, да, чем дольше стоит француз, тем он становится все-таки легче. Как бы мы не хотели потихонечку уходить в сторону, потрындеть, мы все равно возвращаемся к бухлу. Хорошо. Давай, я хотел давно предупредить об одной штуке, что этот канал все-таки будет потихонечку мутировать в сторону такого, назовем там, личного блога моего. Как и хороший вечер за столом с дорогим другом, всегда приятно раздавить бутылочку другую, чего-нибудь вкусненького, интересненького. И мы все равно у нас такой ниткой или такой ретроспективой будет проходить алкоголь. Никуда мы от него не уйдем, потому что, как ты помнишь, мы за культуру чего? Питья. Правильно. Спокойного, хорошего употребления вкусных, классных напитков, начиная от воды, чаев, кофеев, заканчивая различными алкоголями. И это вообще, на самом деле, все про культуру кайфово жить. Поэтому давай с тобой выпьем за культуру бытия. Наверное, в следующем выпуске я подготовлюсь чуть под лучше. Наверное, хотя бы высплюсь. Будем меньше угорать над французами. Лучше обсудим о том, почему в России не делают хорошо. Точно. Вот эту тему с тобой зависим. Тем более, что у меня в холодильнике. Три бутылки вина и две бутылки молока. Ну ладно, молоко не делают, не относятся. Так вот, у меня там прибыли интересные вины. И не поверишь, из той же Анапы, которую мы и откроем в следующий раз. И я объясню, а почему же в России все-таки не умеют делать хорошо. Давай, дорогой друг, обнял. Девчонки, до новых встреч. Пока.